Приветствую вас. Причина записи моего ответа, причина того, почему я решил вам ответить, в том, что вопрос мне показался довольно серьезным. Несмотря на то, что в этом он весьма-весьма коротенько, да, вот, тут буквально всего лишь две строчки, что, конечно, не свидетельствует о том, что вы намерены серьезно решать свою проблему. Вообще, я вот замечаю, что многие люди как-то вот к вопросу, касающемуся своих детей, да, относятся, ну, как-то вот, знаете, не очень серьезно, как будто эта тема их не так волнует. Вот, значит, про любовь там, про семью, да, пишут очень много, а про детей, ну, про детей это совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Вот. Значит, смотрите, значит, оба ваших ребенка ведут, ну, скажем так, деструктивный образ жизни, да, то есть один курит, выпивает, вот, другой, соответственно, болеет, вот. И, в общем-то, на мой взгляд, ну, совсем не сложно увидеть, к чему они оба идут, да, вот, а идут они оба к смерти. А, как бы, как бы неприятно это не звучало, но это так, что у обоих есть серьезная сила к саморазрушению. Вот. И, к сожалению, к сожалению, вот, почему я решил выписать этот ответ, потому что этот посыл к саморазрушению, они получили от вас. К сожалению. То есть вы, эээ, либо вербально, либо невербально, обнучили им, что они должны умереть. К сожалению. Вот. Это у них на, подсознание. Ээээ, сейчас происходит. Вот. Вот. Значит, подобный посыл родителям, даётся родителями в том случае, когда они, родители, то есть неудовлетворены. Ну, то есть просто вот имеет место быть неудовлетворённостью. Вот. По сути. По сути дела. Имеет место быть неудовлетворённость, вот. И, соответственно, родитель такой, как бы обвиняет своих детей в том, что у родителя что-то не получилось. Хотя, безусловно, это не так. За это ответственны не дети, да, за это ответственны, безусловно, сами родители, вот. Поэтому, так важно, чтобы вы определили для себя, чем именно вы неудовлетворены были. Какие желания, чем жертвовали вы, когда воспитывали детей? Каковы источники негатива именно вашего во время воспитания детей? Не был ли этот негатив направлен, направлен изначально на отца детей? Вот. Не сравнивали ли вы своих детей с отцом в негативном ключе? Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что именно такие аспекты нужно исследовать для того, чтобы понять, что происходит у вас. Ну, между вами и вашими реберами, вашими детьми, вот. Только так и, соответственно, никак иначе. По-другому это не работает. Так, то есть, для того, чтобы ситуация изменилась, придется признать один неутешительный факт, что дети расплачиваются за ваш, по сути дела, за ваш негатив, за вашу неудовлетворенность, которую, ну, которую имеете вы, именно вы. И, соответственно, для того, чтобы проблему решить, для того, чтобы проблема перестала существовать, вот, нужно, чтобы, значит, вы начали себя удовлетворять, чтобы вы начали реализовывать, вы начали, ну, что-то делать для себя, и тогда дети, вот, почувствуют от вас совсем другой посыл, и у них появится возможность что-либо изменить. Вот, старшему сыну лучше обратиться к психологу, вот, ну, то есть, дождаться в 17-летие и обратиться к психологу. Уже к психологу, да, к психологу по работе со взрослыми, вот, а младшему можно обратиться как к детскому психологу, так, в принципе, и, если вы свое поведение поменяете, то и сын тоже будет вести себя по-другому. Ну, обычно так это и происходит, ибо семья есть система, изменится поведение одного члена семьи, изменится вся семья. Вот, ну, и для этого я еще раз повторю, нужно работать, работать, работать в том числе и ваш. Вот, это если, хорошо, вкратце, говорить о том, почему это происходит. Вот, хочется отметиться, эм, такую историю, такую вещь, эм, что, эм, вот, ваш вопрос, да, почему так происходит. Он, эм, к сожалению, предполагает, эм, эм, тот факт, да, он предполагает, тот факт, что, эм, вы не желаете принимать на себя ответственность. То есть, вы даже, ну, не предполагаете, не знаете, эм, почему история, которая происходит, да, она, как бы, происходит. То есть, вы не знаете, почему так. Вот, из-за этого я, эм, значит, ну, допускаю, из-за этого я допускаю, что моя точка зрения вам покажется не очень приятной, да, не очень хорошей. Вот, вы не, ну, не, ну, не пожелаете, вы, эм, считаете или думаете, что эти дети могут страдать и за вас, вот. Но, тут уже все зависит от вашего действительного желания им помочь. То есть, если вы хотите ей помочь, то, соответственно, эм, вы примите эту информацию к сведению и рано или поздно увидите, что это действительно так и что, чем быстрее вы, эм, примите этот взгляд и начнете корректировать свое поведение, да, эм, тем быстрее вашим детям, эм, можно будет освободиться от этого негативного, эм, ориентира поведений, вот, и, эм, вот, начать вести, как бы, ну, здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, отвечающий, соответственно, именно им, ну, тому, что они для себя хотят. Вот, ну, и вам, в принципе, тоже, это будет полезно в силу того, что, я уверен, что вы, эм, не счастливы, вот, вы не удовлетворены, скорее всего, скорее всего, вы боитесь того, что дети от вас ведут, вот, возможно, вы их пригружаете в их ответственности, мне кажется, что со всем детей у вас отношения очень плохие, вот, да, тут, как бы, никакой магии, это, эм, ну, достаточно легко считывается, вот. Ну, и, соответственно, эм, успех личной жизни, да, и, соответственно, сокращение давления на детей, вот, или, наоборот, эм, коррекция поведения по отношению к ним решит ваши проблемы. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.